Всем привет! Давно ничего не снимала, на это были причины, было несколько заказов, ну и вообще, в принципе, была куча дел, просто было не до этого. Вот, а сегодня хочу снять видео о таком подарочке, который мне сделали. Это прям, ну, я думаю, старшее поколение поймёт о чём я. Это Советский Союз. Такой наборчик. Та-дам! Вот, конечно же, со значком СССР. Цена 18 рублей. Электросталь-тяжмаш. Не написано, какой год, но я думаю, так понятно. Набор штихелей называется. Ну и вот такой вот набор охрененных стамесочек. Как раз то, что мне надо сейчас для проекта, которым я буду заниматься, буду вам показывать тоже. Сниму. Прямо такие вот милипусечные малявочки. Как раз то, что мне надо. И он новый. Но я тут раскатала губу, думаю, заводская заточка. Сейчас я как всё понавырезаю, не надо ничего править. Но не тут-то было. Я взяла кусочек. И липу он просто, ну, вообще никак. То есть, дерёт, не режет. Это меня немножко подрастроило, потому что я и заточка, это две вообще несостыкованные вещи. У меня не очень хорошо получается это делать. Ну, может быть, потому что мне терпения не хватает. Ну, короче, я не люблю это делать. Но что делать? Придётся. Поэтому я достала станочек. Сейчас попробую. Не хочу перетачивать. Я не хочу ничего здесь менять, потому что я сто процентов завалю угол. Всё, что я хочу попробовать сейчас, это на войлочном круге с пастой Гои просто подправить. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы они хорошо резали. Значит, вот этот такой неостой уголок у меня не получается заточить. Вот эту малюсику всё-таки получилось. Достаточно неплохо режет. Причём и вдоль волокон, и по волокнам. В общем, это заточило. Вот этот, наверное, придётся подточить, а потом заправить. Попробую на брусочках это сделать. Насколько хватит у меня вообще знаний об этом. Очень неудобно точить. Я вообще без понятия, нужно с внутренней стороны точить или нет. Ну, на всякий случай, подточим. Теперь я нанесу полироль на вылочный круг. Ну что, если я сейчас не заточилась, то плюну. У меня заточилась. Смотрите-ка. Вдоль волокон тоже режет, но надо, наверное, сейчас ещё раз полирнуть. Ну вот, кстати, самое главное, для чего мне нужны будут эти маленькие резцы. Это для линогравюры. Линолем отлично режет. Вот, весьма удачно я подправила инструмент. Может быть, в будущем отдам на переточку куда-нибудь. Вот, а сейчас пойду готовиться к следующему проекту и буду его снимать. На этом, пожалуй, всё. До новых встреч. И всем хорошего настроения. Пока.